Я получала эмоции новых друзей, поездки в ту же Москву, она казалась такой далекой, такой большой. Ты понимаешь в этот момент, раз чего ты живешь. У меня здоровье очень поправилось. Эта реакция, наверное, самое яркое чувство, которое вызывает счастье, радость. Это научило меня общаться с людьми, находить подход к каждому. Интересно, что это за место, где раздают здоровье, друзей и эмоции? Вы не найдете его на карте. Все это можно безвозмездно обрести, просто совершая добрые дела. 2018-й был объявлен в России годом волонтера. И буквально за эти 365 дней число добровольцев увеличилось в нашем регионе почти вдвое. Сегодня в Курской области их свыше 34 тысяч, от школьников до пенсионеров. Я медийное лицо, как серебряного волонтерства. Я от Владивостока, по всей стране, во всех городах мои баннеры висят. Вот, как агитация серебряных волонтеров. Вы зазнали что-то? Нет. Вот по улице Ленина, там, Аллея Славы, там тоже фэс мой. Вот. Мне весь город звонит там. Ой, как, как? Мы тебя видели там это. Ну, приятно это тоже. А начиналось все со времен Тимура и его команды. Когда вышла эта книга, в стране началась эпидемия. Добром заболели все девчонки и мальчишки. Даже устраивали соревнования, кто больше поможет пожилым людям. Активно же занялся волонтерством Константин Лукич в 2017 году. Смотрел телевизор. На фестиваль молодежи в Сочи набирали добровольцев. Они должны были помогать организаторам. Чем черт не шутит? Константин Ковалев решился и подал заявку. Ну, думаю, так это, знаете, кто меня возьмет, думаю. 35 тысяч заявок. Я попал в этих 5 тысяч отобранных и 300 человек от Курской области. И понеслось. Сопровождение на массовых мероприятиях, помощь в их организации, брифинги, прямые эфиры. Жить некогда, скажет кто-то. Но для Константина Ковалева этот круговорот и есть настоящая жизнь. У меня здоровье очень поправилось. Вот, я перестал думать. Я сам, если я инвалид второй группы, я даже забываю за свои болячки. О них, да просто думайте о них. Понимаете, вот, допустим, даже тот же фестиваль. Там все быстро крутится, все туда надо. Интересно попасть. Не пропустить это, дискуссию эту. Надо посмотреть на того, там, рассказать там что-то, поучаствовать в каких-нибудь соревнованиях. И я забывал. Я когда приехал оттуда, мои вот ровесники все на меня посмотрели. Я говорю, слышишь, ты, наверное, лет на 20 помолодела. Саморазвитие, это вы правильно сказали. Много друзей я себе приобрел по всей стране. Вот, мы сейчас 180 человек на серебряных волонтерах. Мы сайт создали, переписываемся. Эти люди не просто активно участвуют в общественной жизни региона. Они доказывают своим примером. Молодость не уходит. Она может лишь задремать, но в любой момент готова проснуться. Только дайте повод. В тематический год активизировали старые и появились новые направления добровольческой деятельности. Киберпатруль, волонтеры Победы, культурные волонтеры, волонтеры-медики, туристические волонтеры. Перечислять их можно долго. Гранд-президента получил курский проект «Наш случай». Например, котенок забрался на дерево. У ребят-волонтеров нет случаев, от которых они по каким-то причинам могли бы отказаться. По итогам конкурса «Доброволец России-2018» из 70 победителей были награждены 4 представителя нашего региона. Хотя заявок было подано несколько десятков тысяч. Почти 20 тысяч волонтеров региона – это школьники и студенты. 548 отрядов. Это ли не настоящие тимуровцы наших дней? Он просто плакал, а его дочь посмотрела на нас и сказала, что мы так долго ждали, нас не слышали, и мы не верим, что это действительно происходит. Анечка Конарева, председатель Курского отделения Всероссийского движения «Волонтеры Победы», рассказывает про добрые дела для ветеранов. Евгений Андреевич Корякин ушел на войну в 41-м году, ему только исполнилось 17. Великие сражения уже в прошлом. Ветеран много лет вел бой со своими болячками. Почти не слышал, волонтеры передали ему слуховой аппарат. А по-разному я слышу, допустим, вот, лежу я в спальне, и до кухни с дочкой разговариваю. Это я слышу. Нормально. А то же не слышал. Я слышал хоть часов. Я сейчас думаю о том, что сколько их осталось, да, и каждого хотелось бы знать в лицо, каждому пожать руку, чтобы потом сказать своим детям, своим внукам о том, что я лично видела ветерана, и эта победа далась огромным трудом. В прошлом году курские волонтеры «Волонтеры Победы» стали вторыми в стране по итогам Всероссийского конкурса, но их настоящая победа в добрых делах и милосердных сердцах. Раньше, допустим, я был другого мнения о них, сейчас другого, очень против, в лучшую, даже, ну, не то, что там небо и земля, можно сказать. Вот там, как мы, пожилые люди, там говорим, молодежь у нас плохая. Нет, у нас молодежь даже лучше, чем как была. Медрец, значит, хоронить. Мама! Медрец, значит, хоронить. Полтысячи поисков, более трехсот человек найдено живыми. Курский отряд «Лиза-Алерт» начал работу в 2012 году. Все эмоции, когда ты помогаешь, ты видишь глаза человека, которого ты только что нашел, знаете, такой крик последней надежды, когда ты вывел человека из леса, слова родственников, эмоции, те, которые получаешь. Ты понимаешь в этот момент, ради чего ты живешь. Они сражаются за человеческие жизни. Увы, соцсети регулярно пестрят объявлениями. Ушел из дома и не вернулся. А потому участие волонтеров в поисках всегда актуально. Помогать можно по-разному. Распространять информацию в интернете, расклеивать листовки или прочесывать лес. Яна Запорожец начала сразу с последнего, самого сложного направления. Молодая мама в декрете увидела объявление, что в соседней области, в лесу, потерялся двухлетний малыш. И ни о чем другом думать она уже не могла. Ехать надо было в ночь в соседний регион за 300 километров. Ехать непонятно куда. Двигло это, наверное, что сейчас чувствует этот ребенок. О чем он думает? Потому что рядом по дому бегал мой ребенок, которому тоже еще три года не исполнилось. На тот момент, два с половиной, ему было понимание, что это совсем еще не смышлено. И он совсем не понимает, что происходит. Как он тут оказался, где его мама, где родители. Мальчика нашли на шестые сутки. Он погиб. Это была и ее личная трагедия. Но именно этот случай заставил ее остаться в отряде. Дело в том, что сочувствующих тогда было очень много. На помощь пришли сотни людей. Но никто из них не знал, как помочь. Не было ни опыта, ни навыков. Яна решила всему этому обучиться, чтобы в следующий раз было кому повезти людей на поиски. Сейчас она, правда, подходит к работе уже с холодной головой. Понимаешь, как тебе надо построить группы. Ты понимаешь, с какой расстояния должен. Ты не торопишься, ты не несешься, сломя голову в этот лес. Ты планомерно, четко проходишь метр за метром, чтобы точно ничего не пропустить. В отряде есть домохозяйки, бизнесмены, госслужащие, продавцы, таксисты. Все они стали близкими друг к другу. Рыжая семья. Почему рыжая? Их символ – леса. Поиск пропавших, слаженная работа всей команды. Инфорги обрабатывают заявку и связываются с родственниками. Координатор собирает людей. Далее формируют штаб, раздают карту местности. У каждой группы своя территория. От 50 метров до нескольких километров. И так, шаг за шагом, они идут навстречу чьей-то беде. И мы будем продолжать искать. Три, леса, три, найден же. Помогать можно и самостоятельно. Например, как это делает Светлана Козина. В феврале она стала победительницей конкурса общественного признания «Человек года Курская Антоновка» в номинации «За милосердие и волонтерство». Несколько лет девушка организовывает благотворительные обиды для бездомных. За это время ей удалось вернуть к нормальной жизни семерых человек. Найти им работу и жилье. У нас был мужчина, вот в том году мы его вернули к нормальной жизни. Он 15 лет в парке Бородино прожил. Когда умерли его родители, его обманули с продажей дома. То есть дом он продал, а денег так он и не увидел. Это случилось, когда ему было 30 с чем-то лет. Уехал в медвенку, сейчас он там живет, он не пьет. Теперь какой завидный жених. Следующая наша героиня тоже Света. Студентка медуниверситета, будущий психолог. Несмотря на свой юный возраст, девушка организовала реабилитационный лагерь для детей «Феникс». Главный помощник Светланы и ее характер. Я упрямая. Я очень упрямая. Я это описываю тем, что я овен по гороскопу. На самом деле, гороскоп это не в то, что должен верить психолог. Я по своей натуре упрямая. Мне говорят нет. Вот если я считаю, если я верю в то, что да, значит я так сделаю. Создать такой проект в Курске девушка решила после поездки в лагерь «Шеридарь», куда на реабилитацию приезжают дети с онкологическими заболеваниями. Света там была обожатой. Дети туда приезжают не как у нас принято, там на 21 день. Они туда приезжают практически чуть больше недели, 8-9 дней. И за эти 9 дней происходит невероятное с ребенком. То есть ребенок открывается, он приехал зажат. А ребенок начинает пробовать что-то новое, начинает верить в себя и в свои силы. Дети, подростки, которые столкнулись по факту со смертью, начинают верить в жизнь. Вместе с ними поверила в себя и Света. Она создала свой социальный проект, с которым выиграла на всероссийском конкурсе «Доброволец России-2018», обойдя 1212 участников. Ее программа направлена на адаптацию детей, которые принесли тяжелые заболевания. Фишка в том, что ты просто веришь в ребенка и принимаешь его таким, какой он есть. То есть никто на детей не кричит. С ними договариваются. Задача сделать так, чтобы ребенок попробовал что-то новое. Мы не говорим там, все, рисуй на футболке. Смотри, ты этого никогда не делал. Вот давай, ты сейчас порисуешь. Нарисовал? Круто. Садись. Сейчас будем рефлексировать. Что ты сейчас делал? Нет, такого, конечно же, нет. А это все через обучение идет. Мы у волонтеров учим, как это правильно делать, чтобы это, во-первых, было ненавязчиво, и чтобы в ребенка все-таки что-то вкладывалось. Они украшают пряники и стреляют из лука, делают открытки и снимают собственное кино. Это только на первый взгляд простые детские развлечения. Каждая мастерская – шаг к самостоятельности и уверенности в своих силах. Шестилетняя Таисия Рубанова – участница первой смены «Феникса». Без мамы никуда. Из-за спинально-мышечной атрофии малышка не может сделать ни шагу. Но это не мешает ей радоваться жизни и общаться. Она очень любит общаться с детьми, со сверху, постарше, с маленькими. Ходили в подготовительный класс. И три раза в неделю она занималась в школе со всеми вместе. То есть у нас цель в первый класс – пойти со всеми вместе в школе и учиться. То есть в начальной классе мы точно будем не на дому учиться, а в классе со всеми детьми. Организаторы смены ставят перед собой не медицинские задачи. Их цель – психологический комфорт особенных ребят. Это научило меня общаться с людьми, находить подход к каждому. Покормить бродячего пса или приехать в детский дом с концертом. Наколоть дров одинокому старику или помочь в организации масштабного мероприятия. Простор для добрых дел велик. Каждое можно записать в волонтерскую книжку. Благо, страниц предостаточно. А уж стать волонтером – дело нехитрое. Добрый, неравнодушный человек, который не может пройти мимо каких-то потерявшихся глаз. Человека, который растерян. Отзывчивый, порядочный. Первый шаг сделал – все. Дальше тебя подхватят, тебе помогут, тебя поддерживают где-то. Можно прям даже прийти и сказать, мне нужна поддержка. Дайте поддержку. И тебя поддержит. Ну, самое главное, конечно, доброта в душе у нее должна быть. Это первое. Не хитрить, не юлить – самое главное. Вот. И в глазах должен быть огонек. Редактор субтитров А.Семкин